На самом деле, на данный момент в интернете у нас не так много способов заработать. Если не считать всякие биржи из разряда Яндекс.Толоки, где нужно там накликать за полдня 30 рублей, то остается не так уж и много способов. Скажем, я зарабатываю на Яндекс.Дзене, на Ютубе и на Пульсе от Мэйл. И если про текстовые площадки, такие как Яндекс.Дзен и про Пульс от Мэйл, я уже много рассказывал и показывал, что к чему и как, то про Ютуб как-то вот, наверное, незаслуженно обходил его стороной. Пару раз показывал личный кабинет, пару раз показывал, сколько удалось заработать, как-то показывал максимальный заработок, это было 18 тысяч за месяц. Собственно, на этом и все. Обусловлено это было, наверное, еще и тем, что на Ютубе ситуация кардинально обычно не меняется. Вот несколько раз был вот такой вот всплеск в заработке, а потом все стабильно. В общем, в этом видео я решил исправить ситуацию. Давайте посмотрим, все покажу. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Сразу скажу, что на данный момент ситуация у меня на Ютубе немного изменилась. Сам Ютуб я веду не для того, чтобы на нем заработать, а просто показываю, рассказываю, потому что мне интересно. И рассказываю я на нем не только о заработке, а вот то, что мне в голову взбредет. Была у меня, конечно, мысль на нем нормально зарабатывать, поэтому я и стал выкладывать по два видео в неделю. Но скажу вам, что это очень трудозатратно и доход у меня оставался стабильно, где-то 7-8 тысяч в месяц. Я решил, что оно того не стоит, потому что эти деньги иногда я могу заработать на Яндекс.Дзене за сутки. Ну и стал выкладывать по одному видосу в неделю. Собственно, ситуация особо-то и не поменялась. То есть, как было где-то 100 долларов, так и осталось. Сколько у меня показов, сколько просмотров, какая аудитория. А это я вам сейчас все покажу. Давайте перейдем в статистику. Собственно, меня часто просят показать статистику по моему YouTube-каналу, но вот она, пожалуйста. Что у нас здесь интересного? Количество подписчиков моего канала 24 824, но это, наверное, и всем так видно. А вот сколько идет прирост подписчиков за каждый месяц, это другое дело. Плюс 307 за последние 28 дней. Почему-то YouTube считает 28 дней, ну, 4 недели. Ладно. Эти показатели существенно снизились. Раньше эти показатели были где-то 1000, ну, около 1000 человек в месяц. На самом пике. Видимо, сейчас заинтересованная аудитория, она все меньше и меньше, потому что тематика довольно узкая. А на канале у меня в основном видео про Яндекс.Зен за редким исключением. Ну, вот как последнее видео, одно из исключений. Тем не менее, если сравнивать его с официальным каналом Яндекс.Зен, ну, получится примерно то же самое. То есть, у них 25 100, у меня 24 824. Тут разница между официальным каналом Дзена и моим каналом где-то, ну, человек 300. Довольно неплохой результат, если считать, что вот это вся заинтересованная аудитория. Хотя Дзен там рассказывает об аудитории, которая там несколько миллионов. Но это аудитория, опять же, Дзен, а не YouTube. Возможно, эти люди просто YouTube не пользуются. Последнее видео, кстати, когда выпускаешь видео на какую-то отдаленную тему, то оно не очень хорошо заходит. Вот место в рейтинге 10 из 10. У нас тут, если посмотреть видосы, какие были самые популярные, вот одно из самых популярных, как заработать 11 тысяч за сутки. Тематика заработка на YouTube, видимо, всегда популярна. Опять же, второе место новая система заработка на Яндекс.Зен. Сколько Дзен платит за миллион просмотров. Итоги года, сколько я заработал. В общем, первые места занимают тематики про заработал, заработал, заработал. Опять же, это не везде так работает. Если у вас какая-то другая тематика, то, возможно, будет интересно что-то другое. Но перейдем к самому интересному. К заработку. Расчетный доход 88 долларов 13. Но это, опять же, за 28 дней. Сюда мы можем приплюсовать 2-3 дня и получится где-то около 100 долларов. То есть заработок у меня всегда стабильный, даже когда я стал выкладывать по одному видосу, 100 долларов в месяц. Если меньше 100 долларов выходит, то деньги не приходят. Но мне всегда приходили 100 долларов. По-моему, один месяц только было, что они не пришли и на следующий месяц отложились. Лучшее видео за 48 часов. Это вот готовим пневматический пистолет для самообороны. Это юмористическое видео, которое почему-то некоторые восприняли всерьез и стали вот мне дизлайкать, либо комментарии писать. И оно вот стало почему-то очень хорошо крутиться. Второе видео, почему не стоит хранить деньги на сберегательном счете. Опять же, первые места заняли видео, которые не имеют к Яндекс.Дзену или заработку в интернете никакого отношения. Но вот дальше идет, как заработать первые 100 рублей на Яндекс.Дзен. Это вот лучшее видео за 48 часов. Но давайте все-таки перейдем в раздел аналитика. Посмотрим, сколько у нас показов, просмотров. У нас тут сразу висит предупреждение, что за последние 28 дней количество просмотров на канале увеличилось на 29%. Это связано с тем, что к вашим видео часто переходили из-за результатов поиска YouTube. Что интересно, давайте пролистаем. У нас здесь видим, что за этот месяц, за 28 дней, я вообще выложил 3 видео. Хотя раньше выкладывал по 8. И, как видим, расчетный доход у нас 88.13. Это в долларах. По количеству просмотров здесь пики как раз приходятся на те моменты, когда я выкладывал видео. То есть вот-вот-вот здесь практически не поднялось. Вот здесь неожиданно в воскресенье 13 февраля выросло. По доходу, расчетному доходу, вот на момент 3.92 доллара, здесь вот 5.25 долларов, здесь 4.45. Но это опять же в те дни, когда видосы выкладывались. В остальные дни, ну, около 3 долларов в день мне приходят. Это можно, конечно, все на рубли сейчас перевести, но чуть попозже. По количеству подписчиков в некоторые дни у нас вообще минус, минус 3. То есть странная штука, но когда выкладываешь новое видео, количество подписчиков, наоборот, уменьшается. То есть здесь вот пока, здесь вообще 8 человек подписало, здесь 4, здесь 2, здесь минус 3 и здесь минус 2. Время просмотров часы. Ну, не такая интересная статистика, но тем не менее, вот здесь оно выросло, здесь опять тоже выросло. В рублях давайте посмотрим. Расчетный доход. Это надо зайти у нас в настройки. Выбрать валюту. Здесь валюта разгруппирована по вот этим вот сокращениям. Так проще искать. То есть нам нужно российский рубль. Вот он, российский рубль. Сохранить. Давайте посмотрим. У нас расчетный доход 6753. Курс доллара у нас где-то вот 75 рублей. То есть нам нужно 7500. Но поскольку за 28 дней, то набирается. Здесь если смотреть 400 рублей, 348, 255. Мы можем посмотреть опять же не за 28 дней, ну а скажем за год, что у нас было. Какие взлеты и падения. Вот здесь 956 рублей. Здесь у нас в самом начале 897 рублей. Ну здесь сложно смотреть, потому что график такой вот подробный, скажем так. Расчетный доход за год получается у нас 109785 рублей. Подписчики. Плюс 3000 за год набралось 3000 человек. Хотя были времена, когда у меня там за пару месяцев такие цифры набирались. Но тем не менее, по сравнению с показателями за последние 365 дней, это минус 80%. Давайте вернемся опять на нормальный график. Перейдем опять в просмотры. Здесь нам напоминания и подсказки, почему просмотров стало больше. Лучшие видео за выбранный период. Опять же, про пневматику. Почему не стоит хранить деньги. Ну а дальше идет вот сколько Дзен платит за миллион. То есть первые места под Дзену есть видео, но ниже опять же идут комната в коммуналке. Яндекс.Толоко, как раскрутить новый канал на Яндекс.Дзен. Это самое популярное видео за 28 дней. Последние 365 дней, если смотреть, ну примерно ситуация не изменилась. То же самое. К старым видео обращаются. К старым старое видео смотрят. Вот 122 тысячи просмотров. Опять же, видео не связанные с Яндекс.Дзен. И интересно то, что видео я стал выкладывать нерегулярно, но количество просмотров увеличилось. То есть даже не 4 видео в месяц выложил, а 3 видео. Но на 29% увеличилось количество просмотров. Это, видимо, обусловлено еще и тем, что старые видео, они становятся интересны и раскручиваются. То есть берем не количеством, а качеством. Количество просмотров в месяц 62 тысячи 900 на 9,3 тысячи больше, чем обычно. Здесь у нас время просмотров на 243,3 больше, чем обычно. Это в часах подписчиков на 107 больше, чем обычно. Ну а заработок обычное значение, хотя не совсем обычное. Чуть поменьше, потому что обычно у нас здесь указано 6500, 8100. Вот такая вот статистика. Надеюсь, всем показал, всем праздное любопытство удовлетворил по YouTube каналу. Ну вот, вы посмотрели мой личный кабинет. Вернее, на YouTube это называется творческая студия. Как-то у меня теперь в голове все путается. Просмотры, дочитки, личный кабинет, творческая студия. Но не суть. Как я уже сказал, ситуация с доходом особо не меняется. Вне зависимости от того, выкладываю я 2 видоса в неделю или выкладываю 1 видос в неделю. Как было 100 долларов, так и осталось. Может быть, если бы я выкладывал там по 5 видосов каждый день, то есть выкладывал, то заработок был бы больше, но пока что вот так. Никаких особых планов на развитие и никаких стратегий по YouTube у меня нет. Снимаю как снимаю. Снимаю иногда вообще не в тему. Снимаю то, что хочется, потому что это мой личный блог. И заработать большие деньги я на нем не стремлюсь. Многие на это жалуются, когда я выпускаю видосы не в тему. Но тем не менее, если кто-то согласится выплачивать мне зарплату, чтобы я снимал только про Яндекс.Дзен, или там, скажем, про Пульс, или про что-то отдельное, я, конечно, соглашусь. Но пока что мне такой зарплаты не выплачивают, поэтому я вот как снимал видосы на те темы, к которым душа лежит, так и продолжу. Вот. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч. Пока. На Инстаграм тоже подписывайтесь. Подписывайтесь.